Пару слов о себе, да, меня зовут Дмитрий Легастаев, я вообще из Москвы, вот, недавно мы приехали в Казахстан, скажу сразу, я не профессиональный историк, вот, хотел быть историком, но в какое-то время, в общем, я понял, что все-таки надо как-то деньги зарабатывать, ну, какие-то 90-е там годы-то было, вот, так, там должно быть написано, что, по-моему, в афише продюсер, поэт, экономист, там, то все, пятое-десятое, в общем, мы фотка с Эверестом, вот, потому что, когда люди видят Эверест, они как-то больше доверие проникаются, обычно, вот, такая вот штука работает, вот, поэтому, ну, на самом деле, начну с термина индоевропейца, да, который есть, хотел бы спросить вообще, кто, может быть, об этом знает, кто изучал, у кого есть, ну, какое-то понимание вообще того, что сейчас они могут услышать, да, вот, если кто-то считает, что он глубоко вникал в эту тему, ну, поднимите руку, чтобы я просто понимал, вот. Не считаю, что глубоко, но какое-то небольшое представление. Это прекрасно, потому что у остальных, наверное, сегодня будет очень много открытий, вот, и если даже не глубоко, то это, в общем, это классно. Вот, давайте про историю термина скажем, почему он, этот термин взялся изначально индоевропейца, да, потому что в определенный период, если не ошибаюсь, в 19 веке, ученые обнаружили, что некую связь, да, между языками Индии и Европы, и, по гипотезе, то, что европейские языки пришли, как бы, из Индии, вот, вот, и поэтому изначально это начало называться так, вот, потом эти народы стали называться ариями, вот, ну, далее произошла Вторая мировая война, и, скажем так, этот термин, арии начал путаться с арийцами, в общем, это постепенно дело убрали, вот, поэтому более, как бы, корректно, сейчас более правильно говорить именно об индоевропейцах. Вот, арии тоже там присутствовали, но о них мы поговорим чуть попозже, арийцев никогда не было, как таковых, это, об этом мы тоже скажем, пару слов упомянем. Вот здесь вы можете посмотреть, сразу спойлер, почему это интересно, почему это важно, как бы, потому что, вот, эта карта, где принято считать, появились в том или ином виде индоевропейцы, да, то есть, здесь мы видим восток Украины, здесь мы видим Россию, да, где-то с юг России, и, ну, немножко Казахстан тоже, вот, и люди расселились, собственно, вот, из этого центра по всей Европе, дальше, ближе к Урау, это север Индии, Иран, Турция, вообще, везде там эти люди были, вот, как они туда попали, будем разбирать. Вот, это список здесь индоевропейских народов, когда и когда они, как и когда они ответвлялись, то есть, здесь и греки, и тахары, и германцы, славяне, балты, индоиранцы, и так далее, и так далее. Вот, но мы сейчас не будем на нем, собственно, зависать, иначе это будет долго, да, по порядку пройдем. И вот еще одна важная вещь, собственно, это в истории, ну, как относительно недавняя штука, это ГАПовая группа, да, ну, как относительно, это значит, что это значит, это уже современное исследование ДНК, собственно, по которым можно определить на определенном этапе предков человека, да, то есть, мы можем проследить на несколько тысяч лет, имели ли люди какого-то общего предка, да, то есть, здесь, схему я сейчас тоже не буду угугляться, вот, но суть в том, что по отцу, если мы смотрим на несколько-несколько поколений назад, мы можем отследить то место, откуда, собственно, люди происходили и где они обитали, и если так посмотреть, сейчас посмотрю, я подойду сюда, потому что указки нет. Так, вот здесь вот группу есть R1A и R1B, то есть, это общая более-менее история. Также мы наблюдаем преимущественно среди населения их здесь, то есть, это Иран, это Север Индии, это также Средняя Азия, вот Казахстан у нас немножко здесь отличается, об этом мы тоже расскажем. Собственно, это более-менее похожая история, да, вот. Ну, повторюсь, это все современные генетические исследования, в общем, поэтому не какая-то псевдонаука, условно. И еще одна важная вещь, эти гаплогруппы, они не значат то, что это какие-то этносы и народы, это значит только то, что у этих людей были общие предки. Так, например, R1A есть как у русских, так и у киргизов, в определенном, как бы, достаточно большом количестве. То есть, сейчас есть определенные, ну, как, такие мнения, что, скажем, я родина, это славяне, допустим, нет, это не так. Это значит только то, что эти люди произошли от такого, без какого-то определенного места, от какого-то определенного предка. Итак, по исследованиям, около 46% людей на Земле говорят на одном из индоевропейских языков. Это английский, французский, испанский, русский, хинди, вот, то же самое в Персии, я сочиняюсь, в Персии тоже имеют какие-то корни, там был еще раньше авистийский язык, вот, который сейчас немножко куда-то растворился. То есть, да, есть у нас, я слышал тоже такое мнение, что там русские хинди, они там родственные, но на самом деле не только русские хинди, русские хинди, английские, если посмотреть какие-то слова, да, то мы увидим, что, в принципе, они имеют одни общие корни. И вот, смотрите, здесь возьмем, ну, какие слова, то есть, самые такие, общеупотребительные, да, ну, допустим, это член семьи, да, это большая карта, вот, брат, если мы возьмем брата, то вот, русский, здесь же, там видно или нет, брат, опять же, по-славянски, значит, в Польше похожая история, да, Брудер, Германия, Бразер, это, соответственно, Англия, так, Брор, это Швеция, и дальше мы идем Бирадер и Бородар, тоже, в общем-то, ну, Бирадер и Бразер, в общем-то, они созвучные, как бы очень странно было бы, если бы это было совпадение. Почему об этом не рассказывают в школах? Ну, вот, мое личное мнение, ну, во-первых, письменных источников, как таковых, не сохранилось, вот, потому что люди тогда, по-видимому, писать не умели, ну, по крайней мере, эти источники не нашли. Не было каменных городов, опять же, нет таких развалин. То есть, и следующий же пункт, это довольно молодая история, да, потому что, ну, для примера, есть находки, вот город Аркаим, наверняка, ну, многие слышали, он, не ошибаюсь, в 1987 году, то есть, только был открыт, да, а какие-то в Украине там, Трипольская культура, тоже огромные города, они в 70-х годах тут тоже были открыты, поэтому как-то в учебнике их не успели, ну, во множественном числе записать, вот, и сформировать эту штуку. И каждое государство, оно, в общем-то, изучает свою историю, то есть, вот, здесь мы, когда в России, да, у нас, как, у нас история начинается где-то со славян там, вот, вот жили какие-то славяне там в шестом-седьмом году, ну, по крайней мере, учебник, что в седьмом веке там нашей эры, и дальше как-то появился Киев, а что было там до, вообще непонятно, да, как, как, откуда, и вот этот вопрос, он, конечно, вот, ну, многих интересует. То же самое Казахстан, да, вот, где-то, тут где-то появились саки, да, кто это такие, откуда они пришли, и зачем, в общем-то, тоже непонятно. То есть, и, соответственно, в школе многие в странах изучают только вот какую-то свою вот эту вот часть, а мозаика, она вот как таковая не складывается. И вот, если брать древнюю историю, то в основном все изучаем то, что было вот на Ближнем Востоке, это Египет, это, соответственно, Лобилон и так далее, да, и, соответственно, дальше идет Древняя Греция, а то, что было посередине, здесь оно как-то куда-то уходит. Вот, знаете, как меня жена вот сказала недавно, я думал, что раньше, когда училась в школе, что вот была Греция, там, собственно, театры, там философия, а вокруг бегали люди в шкурах, вот. И вообще непонятно, собственно, что происходило. Вот, и если об этом не рассказывают в школах, соответственно, об этом рассказывают какие-то другие люди, но святое место пусто не бывает, и вот появляются такие ролики, вон, большая энциклопедия, исчезнувшие цивилизации за один час, там, сто тысяч лет. И когда-то, я помню, когда я искал информацию, информацию, когда я был в интернете, ну, как бы набрал какие-то вещи, и вижу Древняя Греция, да, так-так-так, дальше, дальше, так. Я смотрю, там, славянские храмы в Древней Греции, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и тут, значит, что-то случилось, у меня волосы на голове зашевелились, и человек делает вывод, что все понятно, ну, как бы, почему там славянские храмы, потому что Греция, если поменять одну букву, она называется Жреция, вот. И тогда я понял, что как-то надо вот что-то с этим делать, и как-то людям хотя бы высказать мнение такой, более-менее официальной науки, да, что они думают по этому поводу, да, потому что если у тебя какая-то густота заполнена, тебе есть с чем сравнивать, и есть, соответственно, какой-то материал, откуда ты можешь делать выводы. Попробуем разобраться. Итак, если брать историю, то мы начинаем свой путь с так называемой ямной культуры, да, это культура позднего медного века, это примерно 3,5 тысячи, 2300 лет до нашей эры. Да, почему она называется ямная, это потому что люди, как вы видите, хоронили своих умерших в ямах, вот так вот с коленками собраны. Над ямами мы, люди, насыпали курганы, соответственно, и получалось вот такой могильник. Из-за этого, собственно, археологам проще раскапывать и воспроизводить быт древних людей, да, то есть там есть какие-то черепки, там есть оружие, соответственно, можно увидеть, провести анализ и так далее. Вот курганы, я думаю, вы все как бы их видели, если даже здесь сходить в ботанический сад, то там тоже есть киевский курган. Вот, собственно, отсюда это все дело пошло, да, через многие-многие тысячи лет. Ну вот, иллюстрация, как это предполагается было, да, то есть красные тела с охрой, сюда вкладывают же оружие, режут жертвенных животных и так далее. Вот, как выглядели ямники? Вот находки, это, если не ошибаюсь, Ростовская область, восстановление черепа. Значит, вот такой вот человек, ну, жизнь согнула, но не сломала. Вот, мне напоминает он, не знаю, почему-то Николай Валуеву, боксера. Вот, ну вот, жизнь была суровая, черепа были такие массивные. Вот, это Украина, недалеко от Азовского моря, ну вот, похож на современную, ну, похож на казака Тараса Бульбу, мне лично. Вот, что, так, давайте по образу жизни, по образу жизни это были кочевники, вот, и тогда сразу по тому, что вообще подразумевается под кочевниками, да, если сейчас это, ну, большинство думает, что это люди, которые скачут на лошадях, там, с юртами и так далее, и так далее, то, как бы, нет. Тогда вряд ли люди еще скакали на лошадях, и основная, основная общая история, это была повозка, да, то есть повозка, как правило, скорее всего, запряженная валами или быками, колеса тоже были круглые, круглые, ну, имеется в виду, неполые внутри, и если воспроизводить язык, это, ну, древний индоевропейский язык, это Vognos примерно, да, созвучно с английскому Wagon, то же самое повозка, русский Vos, вот. Значит, да, и самое-то главное, я забыл вам сказать, сейчас я пролистаю, откуда они пришли. Откуда они пришли, скорее всего, по мнению большинства, они пришли из, ну, с Кавказа, да, то есть перешли где-то в современный Краснодарский край, из Армении, из Грузии, вот где-то вот оттуда, да, потому что, ну, судя по находкам, оно идет так, и имели в основном черные, смуговые черты лица, черные волосы, соответственно, карие глаза. Потом они смешались с современными, ну, как бы с местными аржиоохотниками и немножко осветлились. Вот, и, соответственно, по образу жизни, как я сказал, вот, кочевники, поэтому, собственно, та площадь, которая была, это, ну, вот, это восток Украины и где-то до Казахстана, это прекрасная степь, где, собственно, им было очень комфортно. Вот, далее мы рассмотрим преимущества кочевников тогда над земледельцами и почему, собственно, у них получилось то, что у них получилось. А теперь посмотрим тех, кто жил рядом, это вот современная Европа, ну, старая Европа, которая была. Это, значит, то население имело некую смесь, значит, из охотников каменного века, которые еще остались после летникового периода, и, соответственно, новых культур, да, которые пришли из Турции, из Анатолии. Там хорошо появилось земледелие, они принесли земледелие, и это были охотники-земледельцы, собственно, которые расселились по всей Европе. Вот, есть так называемая культура бронковидных кубков, но очень странные названия, как бы, вот по найденным кубкам, собственно, дают название культуры, но как придумали. Значит, что про них можно сказать? Жили, как правило, небольшими поселениями, земледельцы, охотники-собиратели. Значит, вот особая такая интересная история, да, над своей нагроби оставили вот камни, так называемые менгиры, дальше они преобразовались в дольмены, и вот у них был такой интересный культ погребения, да, то есть, особо они были не воинственные. Что еще интересное, как бы, что могу рассказать, ну, это, если кто дойдет, запомнит, есть такое кино про эцы, да, то есть, древнего европейского человека, вот, были найдены останки в Альпах, если не ошибаюсь, то есть, то ли в Германии, то ли в Австрии, и увидели, раскопали под снегом человека, умершего, ну, и полиция пунктуально решила завести уголовное дело, вот, об убийстве. Уголовное дело закрыли, потому что поняли, что убийцы, наверное, уже умерли, там, за пять тысяч лет, вот, но это была известная штука, потому что пригласили следователя, и он прямо воспроизвел быт тогдашнего человека, как он пошел, как он там с кем-то поспорил, да, как он подрался, и потом его, значит, сзади со спины, короче, застрелили, вот. Была интересная такая история. В общем, жили они довольно разрозненно, спокойно, где-то были какие-то между собой стычки, но, в общем, в целом, здесь, на территории Европы, ну, как, никаких таких движений не было, вот. Что еще интересное? Такая интересная вещь, это трипольская культура, о которой нужно упомянуть, и это, вот, я здесь три пункта выделил для себя, чтобы не забыть, матриархат, земледелие, демократия. Это где-то с пяти тысяч лет назад до двух тысяч пятисот лет назад, она была изначально, ну, как я так понимаю, они пошли с юга, с Турции, вот, на территории и Румынии, и дальше на территории Западной Украины, вот. Да, вот это древняя история, но по-нормальному, значит, сначала ее открыли румыны еще в девятнадцатом веке, потом ее открыл чешский археолог, тоже в девятнадцатом веке на стороне Украины, и далее, как бы, совершенно новая история произошла, по-моему, в семьдесятых годах, когда, вот, если не ошибаюсь, военный какой-то инженер проводил аэрофотосъемку и увидел прям огромный город, население, и по современным меркам население чуть ли не двадцать тысяч человек. Вот, культура была земледельцев, вот, и, соответственно, как многие думают, ну, как многие сейчас думают, что это была относительно мирная культура, которая, соответственно, мало воевала, и в большинстве в своем степени развивалась. Ну, собственно, у земледельческой культуры, как правило, бытие определяет сознание, да, то есть воевать им особо не нужно, у них задача, в первую очередь, выживать, и задача выживать и развиваться. Вот, так как это было земледелие, был развит культ женщины, то есть жрицы, в основном, были женщины, ну, и, соответственно, все это шло на плодороде, вот, делался упор. Особых вот таких вот, я бы сказал, понтов, да, не было, то есть не было найдено каких-то там роскошных зданий у вождей там и так далее, и считается, что более-менее это все решалось мирным путем, все совещательным, то есть, ну, такая в некой степени утопия была, да, вот, ну, была одна особенность, то, что почвы тогда истощались и каждые где-то там 50-70 лет вот эти вот огромные поселения, они просто покидались и сжигались, да, люди переходили на новую землю. Это были целые ритуалы, собственно, кто-то говорил, что это жизненный цикл, в общем, очень интересная вещь, но, 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 в определенное время она стала затухать и потом исчезла, вот. Почему это могло произойти? Вот, посмотрите на этих замечательных людей, вот такими вот были, собственно, представители ямной культуры, они были кочевниками, в общем, не вегетарианцами вообще ни разу, вот, и, соответственно, чем они занимались в степях, ну, что, чем они занимались, они занимались тем, что выращивали скот и, соответственно, смотрели и развивались и воевали друг с другом и оттачивали там свои навыки, да, то есть, что, чем они были по сравнению с соседними культурами, какими у них могли быть преимущества, да, то есть, они, у них была мясная диета, вот, это, как бы, по останкам, да, восстановлено, они были выше, они были воинственнее, имели постоянную практику, да, потому что, ну, как правило, кочевые культуры, они друг с другом всегда выясняют, да, там, чьи стада больше, как бы, ну, борются за свои страда, да, и, соответственно, еще было у них, у них появилось уже бронзовое оружие, и у них было еще одно преимущество, как мобильность, да, то есть, если, как бы, враг какой-то хотел напасть, в принципе, они могли передвинуться и, в общем, уйти куда-то в свою там степь, да, у земледельцев такого преимущества не было, ну, и, соответственно, наоборот, все собраться и прийти в определенное место, да, также из останков, да, можно восстановить, что это было мясо и молочные продукты у них, в большом количестве есть генадаптации, там, способность генстойкости к лактозе или лактозе, то есть, они могли пить сразу сырое молоко и тоже получать, в общем, больше, куда больше сил, да, и, скорее всего, они не употребляли злаки, либо употребляли в малом количестве. Так, посмотрим на кочевой оседовый образ жизни, потому что, ну, у всего есть, кроме каких-то находок, да, есть некое логическое объяснение, да, то есть, если брать кочевника, да, то есть, что в стаде, если у человека есть стадо, да, то животное, это как бы сразу, это все в одно, да, то есть, вот, забил, там, я не знаю, свое животное, там, какую-нибудь корову, есть мясо, есть, соответственно, шкура, из шкуры можно сделать одежду, есть кости, из костей можно сделать, там, допустим, наконечник для стрелы или еще что-то, есть даже кизяк, да, которым можно топить, вот, в каком-то, когда холодно, вот, в любой момент у тебя есть еда, вот, не надо ждать, да, пока там вызрит урожай, там, или пока еще что-то произойдет. С точки зрения производительности, да, то есть, это сейчас, в общем, сельское хозяйство, оно кажется производительней, но раньше вообще, как бы, плуг, он не сразу далеко появился, да, копали мотыгами, семян не было генномодифицированных, да, которые давали суперурожай, и их не грызли, там, всякие насекомые и мыши, да, то есть, изначально не надо было искать, ну, особо поле, можно в любой момент переехать, нет постоянных домов, да, к которым привязаны, в общем, надо, ну, сначала у кочевников было преимущество, в общем, довольно серьезное перед земледельцами, так или иначе, и, соответственно, постоянно идут какие-то стычки друг с другом, да, то есть, за те же самые ресурсы, за те же самые стада, да, что происходит периодически? Периодически количество стада становится больше, ему надо есть, вот, это раз, и одни кочевники, соответственно, сдвигают других, либо сменяются какие-то условия, и, опять же, стаду становится нечего есть климатические, и тогда начинается великое движение, собственно, из одного места в другое, если ты на земле находишься, да, то вот любое климатическое изменение, не знаю, или какой-нибудь жук залез в амбар, или еще что, и все, и у тебя голод, и, в общем-то, и что делать, непонятно, вот, поэтому довольно часто, соответственно, кочевники сдвигались и шли на новые земли. Здесь еще упомяну про лошадь, да, то есть, изначально у всех, как бы, кочевники ассоциируются с лошадью, но, 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 по поводу лошади ведутся дискуссии, и вообще, когда ее одомашнили, собственно, что, в какое именно время, соответственно, использовали ее для верховой езды и так далее. В общем, по поводу одомашнивания, скорее всего, это произошло где-то вот как раз тоже в эти времена явной культуры. Ну, это современные английские исследователи, они где-то куда-то ездили в Киев, там смотрели на древних лошадей, были ли у них эти вот признаки, да, а по поводу верхового транспорта, возможно, это тогда тоже было, вот, по поводу того, что именно всадник на коне, это было гораздо позже, где-то около тысячного года до нашей эры, почему? Потому что, ну, чисто по логике, первые упоминания вообще о каких-то всадниках появились только вот в тысячном году до нашей эры у ассирийцев, да, они их взяли себе на вооружение, если бы это было бы раньше, то, скорее всего, они были бы раньше, вот, потому что все военные технологии, они очень быстро разлетаются по миру, вот, ну, и очень быстро перенимаются другими людьми. И, собственно, вот, что мы видим, вот, справа он, желтенькая, это у нас явная культура, и дальше она пошла туда, на запад, к культуру шнуровой керамики или боевых топоров, вот, мне больше нравится название боевых топоров, оно понятнее. Что это значит, почему ее так назвали? Значит, назвали ее так, потому что в, соответственно, захоронение уже стали класть к людям топоры, да, топорами назвать тоже довольно сложно, вот, потому что они были не так, не больше не острые, да, они имели такой, скажем так, им нужно дробящее свойство, да, вот. И дальше, соответственно, вот шнуровая керамика, она продвигается, продвигается на восток, и занимает, и похожие культуры занимают всю Европу. Значит, что произошло там? Есть несколько гипотез, вот, то есть мы не будем там говорить однозначно, что да, там вот собрались там люди, пошли в боевой там поход, там все, все дела, ну, как-то мы этого не знаем, вот, ну, если человек это знает, да, значит, он, как-то, у него своя история в голове, вот. И, соответственно, что есть по находкам, да, то есть по находкам в определенный момент пропадают люди с геномами из других культур, вот, и на их место вот становятся люди с культурой, так говоря, боевых топоров, опять же, которые произошли от тех же самых ямников, да, можно было бы сказать, что там произошла эпидемия, вот, потому что есть некие следы о том, что в Европе была чума, вот, но, опять же, по некоторым захоронениям исчезают мужчины и оставляются старые, старые Европы, остаются только женщины, да, и потом они опять же исчезают, ну, смешиваются уже с другой культурой. И, соответственно, еще какие есть признаки, да, есть захоронения, собственно, с, в Европе, там, где-то в Швеции, по-моему, называется, смешано, смешано либо боевых топоров, либо раздробленных черепов, да, потому что есть захоронения с пробитыми черепами, и, в общем, все это было, хотя-то отнюдь не мирно, да, но, скорее всего, скорее всего, произошло все вместе, да, то есть, это была, скорее всего, и эпидемия, где ослабли местные европейцы, да, одновременно, возможно, там были какие-то климатические штуки и пришествия людей с Востока. Исследователи пришли к выводу, что, в общем, они из шнуровой керамики. Из территории Германии три из четырех генов нас унаследовали носителей ямной культуры. так, ну, давайте я расскажу рубрику перевертыши, вот, потому что, ну, история вообще такая штука, да, в ней, ну, как бы я заметил, сначала идет одно, потом все возвращается обратно, да, то есть, нет такого, что какие-то из, скажем так, из вещей они постоянны. Да, ну, про арийцев, значит, что там было? Тогда не было никаких генетических исследований, и было мнение, что, собственно, вот, во Второй мировой немцы считали, что арийцы, собственно, это тот народ, который, наоборот, пришел из Германии, из Европы, соответственно, дальше на Восток и далее, вот, но нюанс заключается в том, что если, как бы, большинство людей представляют себя арийцев, как таких вот светлогубых, блондинов, голубоглазых, вот, но нюанс в том, что, как правило, это люди с главной группой И, вот, и это коренные жители Европы, как раз-таки, которые были этими самыми ямниками с Востока вытеснены, вот, но потом Гаплогруппа И, она наиболее встречается у нас в Скандинавии, вот, это шведы, норвежцы и так далее, ну, потому что, скорее всего, до туда было сложнее дойти. Эти ребята тоже отыгрались, викинги, они ураганили, вообще-то, по всей Европе, и даже вернулись, собственно, на историческую родину туда и основали свое государство, ну, как не свое государство, взяли местные народы и организовали такое государство Русь, вот. Ну, об этом, ну, можно много спорить и рассказывать, это, наверное, одна из тем для следующей лекции. Вот, давайте упомянем про альтернативные версии истории, да, потому что, как бы, если есть какая-то, если есть пустота, она чем-то заполняется. И, ну, живя в России, я знаю много таких версий, много людей, да, которые, как бы, говорят о славяно-ариях и о русских ведах и прочих такой вещи, да, прочих-прочих вещах. Вот здесь замечательная картина, я не помню название художника, по-моему, Иванов, у него целый ряд таких классных картин, вот. Но, если залезть его на сайт, ну, если перейти на сайт, он говорит, что эти картины были вдохновлены древними знаниями, вот. Но большой вопрос, как бы, какие-то знания, вопрос в том, что никаких археологических находок нет, да, подтверждающих вот то, что на территории где-то там Сибири или на территории России были вот подобные штуки, да. Можно, конечно, сделать вывод о том, что прошел ледниковый период и все это смел, но не сохранилось никакой письменной культуры, да, то есть, если брать логику, если была где-то там на севере высокоразвитая цивилизация, то, скорее всего, как-то в письменном виде она бы с собой оставила следы. Но этого мы не видим, вот. Вот. Но всегда есть, правда, версии, что там какие-нибудь враги сожгли все книги, вот. Ну, в общем, в общем, вот, можно в это верить. Вот. Можно, ну, моя задача не спорить с этим, а изложить сегодня ту версию, которой официальная история придерживается. Вот. Вот пойдем дальше. Если с Европой мы вкратце прошли, пойдем на восток, и здесь мы видим две еще одни культуры, которые... Это Фатьяновская, ну, постепенно они... Здесь уже, это север России, там в Ярославле уже были обнаружены, собственно, раскопки. Вот. И по времени это Башевская культура. Вот. Скорее всего, опять же, по захоронениям здесь на севере жили те же самые охотники с каменного века, к которым пришли сначала, ну, скорее всего, совместно, либо с юга те же самые явники, либо с запада культура боевых топоров. Вот. И со временем они переняли их обычаи и, скорее всего, их заместили. Да, здесь также видим скотоводство, да, но здесь уже так, здесь уже начинают превалировать свиньи, да, то есть свиноводство. Ну, потому что степи особо нет, скорее всего. Ну, к лошадям и, собственно, и коровам, в общем-то, здесь особо не разгуляться. Вот реконструкция фатьяновского человека. Ну, в принципе, вот если его побрить, чтобы надеть в костюм, ну, можно там, не знаю, менеджером поставить. Сейчас, в общем-то, нормально презентабельно будет. Итак, мы прошли запад. Вот здесь есть прекрасная карта. Соответственно, вот у нас зелененьким, это культура боевых топоров. Посередине это Ямная, где-то... Так, не Ямная. А, это сколько? Это Днепр, Ямная тут не написано. Вот, это фатьяновская, абашевская. И, соответственно, постепенно все это двигалось на восток. Да, мы двигались на восток. Почему это происходило? В общем-то, ну, я думаю, что это, опять же, смешение. Кто-то кого-то там выдавливал. Где-то изменение климата. Это естественное движение. И вот мы приходим на восток. И здесь есть такие прекрасные места, как Синташта. Вот. И дальше на юге, вы на видите Андроново. Да, то есть, если синий вы посмотрите, то вот это вот прям Казахстан. Вот она. Синташтинская культура. Она названа по месту Синташта. Соответственно, где были обнаружены вот первые интересные, раскопки. Это Южный Урал. Это недалеко от границы Казахстана. И тут мы находим первые поселения. Опять же, это только в 1987 году. Наверное, многие слышали, был найден город Аркаим. Причем совершенно как бы случайно. Собирались строить то ли водохранилище, то ли еще что. И решили на всякий случай посмотреть вообще. Ну, надо ли строить? Может быть, здесь что-то интересное захоронено. Вот. И двое школьников в составе экспедиции нашли, собственно, разваленные. Площадь древнего города. И начались, собственно, восстановительные работы. Это было в 1987 году. К вопросу о том, почему вот этого всего там где-то нет. И далее, вот рядом с Аркаимом было найдено еще, если не ошибаюсь, примерно 40 поселений. Вот. И все не только круглые там где-то и прямоугольные. В общем, разные формы. Но, в общем-то, по похожему сценарию. Вот. Здесь, в принципе, видно Аркаим, да? То есть он, это он похож на круг с двух сторон. И там есть несколько входов. Вокруг Аркаима, сейчас я посмотрю, что у нас. А, вот он. Да, есть. Даже написано. Вокруг Аркаима ходит множество легенд. Вот. Кто-то говорит, что он был построен по хитрому там инженерному плану. И как-то символизирует собой Вселенную, Солнце. Ну, я, честно говоря, не могу об этом сказать. Вот. И также говорят, что он чуть ли не самый какой-то вот супер-супер город, которого не было в древности. Ну, скажем так, что я за то, чтобы более-менее объективно как-то пытаться это все воспринять. То есть, во-первых, само собой это круто. То, что это, ну, такое поселение есть, и такой город есть, и там много интересного. Но воспринимать о том, что это вот прямо крупнейший город древности, я бы так не стал. Вот. На самом деле, там, если посмотреть, там проживает не больше тысячи человек. Вот. И вопрос его назначения тоже до сих пор остается открытым. Вот. Если говорить про форму, опять же, в чем штука, да? Мы видим, что все дома, они соединены в один, да? То есть, ну, как бы они жмутся друг к другу. Ну, в принципе, довольно логичная история для того, чтобы построить здесь стену и оборонять его от врагов. Вот. И еще одна интересная штука, что там, в Аркаиме, очень часто можно найти прямо в доме печь для выплавки металла, да? То есть, и с большой вероятностью он был тоже как металлургический центр, да? Потому что там есть месторождение, и, соответственно, по анализу людей, ну, много кого, в общем, есть примеси мышьяка. Вот. То есть, люди прямо в своем доме плавили руду, вот. Там же спали, там же, скорее всего, были еще и животные. В общем, для тех, кто говорит, что раньше жизнь была эко, вот. Вот. В общем, могу сказать, что, скорее всего, нет. В общем, эко там было не такое, которое большинству представляется. Вот. Поэтому я, как бы, за то, чтобы быть, как бы, в балансе, да? То есть, не преувеличивать, но и не преуменьшать значение Аркаима. Тем более, что вокруг есть еще, сейчас, вот, если вы увидите, есть еще много подобных городов, на самом деле, ну, далеко не такой формы, как Аркаим, где-то прямоугольные, где-то, вот, с другим расположением домов и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, что еще, в связи с тем, что было, в общем-то, холодно, ну, как здесь, в Казахстане, на севере, это была некая зимняя стоянка, в которой, собственно, люди тоже размещали скот, ну, как одна из, как одна из версий. Вот. Поэтому люди здесь вели такой полукочевой, полуоседовый образ жизни, скорее всего. Но надо еще, по-хорошему, копать, копать и узнавать. Вот. Дальше. Андроновская культура. Вот это я прям взял, вчера ходил в Казахский центральный музей, вот, сделал фотку, могу его прочитать, прям процитировать. Коренные насильники Казахстана эпохи бронзы являлись носителями андроновской культуры. По своим антропологическим особенностям, андроновские племена относились к европеоидной расе и представляли собой одну из дальних физических предков форм казахского народа. Вот. И вот эта вот женщина, собственно, тоже, она из казахского музея, здесь, в Алмате. Ну, такая вот смесь, в общем-то, что-то, с одной стороны, есть из кочевого, да, то есть мы видим штаны и соответствующие сапоги, да, и украшения характерные. И есть, соответственно, какая-то вот, что-то вот от современного славянского, да, может быть, вот по территории. Вот это вот Казахстан, современный. Вот, собственно, и по образу жизни, и по всем остальным, собственно, признакам, в общем, на самом деле все эти люди, они более-менее близки к янной культуре, в общем, то есть, ну, как бы ничего особого такого, что убивающегося здесь нет, то есть только постепенное развитие и развитие и развитие, да. Ну, сразу скажу, что казахи, ну, изначально здесь была, как бы, если так брать, европеодная раса, но потом постепенно сюда происходило переселение народов, когда были гуны, потом еще были монголы, и постепенно, 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 в общем, Андроновск, ну, как бы люди Андроновской культуры здесь просто растворились, да. Об этом мы и дойдем дальше. И вот, собственно, что является, скажем так, венцом, это изобретение колесницы. Опять же, совсем недавно были, вот, где-то в районе Семташты найдены в захоронениях первые колесницы, и они самые древние вообще в мире считаются, да, это где-то примерно 2000-й год до нашей эры. Есть, как бы, еще мнение, ну, как бы не мнение, есть колесницы в древнем Шумере, да, были, но они не совсем не похожи на вот эти вот колесницы, это просто там четыре колеса, они очень медленно едут, они не полые, в них непонятно тоже, кого запрягали, даже не факт, что лошадей. В общем, колесницами в этом понимании назвать их нельзя. Вот, и, соответственно, колесницы, они вообще, собственно, переменили вообще весь ход в определенном смысле мировой истории и дали просто новое дыхание обессилению народов, потому что, ну, армия, которая есть колесница, она, собственно, имела огромные преимущества перед всеми другими остальными армиями. Ну, как там, не знаю, в современном мире те, у кого есть там танки и у кого их нет, просто не было средства и не было понимания, что с ними делать и как с ними бороться. Вот, я сразу перескочил, просто чтобы понять, то есть, если мы будем вообще понимать, как происходила эта вторая волна, да, переселение, будет очень долго и сложно. Вот. Есть такое государство Хетты, да, чтобы мы говорили, это уже Турция, да, это Турция современная, это 17 век до нашей эры, это примерно 300-400 лет после Синташты, да, и это те, на, те люди, собственно, которые уже врываются в Малую Азию, собственно, это там, где Вавилон, там, где Египет и так далее, и так далее. Вот. Хетты по исследованию, опять же, по ДНК и по языку, они, опять же, относятся к тем же самым индоевропейцам. Но тут, как бы, нужно понять, что это не люди с Казахстана пристакали сюда, да, вот. Это постепенно шли миграции с одного места на другое, люди смешивались, вот. Но основу культуры и основу языка, опять же, они брали отсюда, вот. Вот, здесь, опять же, этот текст и карта, вот, хетты зелененькие, а снизу желтые – это египтяне. В общем, хетты пришли и очень там сильно подвинули всех в свое время. И вот, для примера, есть хеттский трактат о тренировке лошадей, восходит, бам-бам-бам, к, по-моему, 14 веку до нашей эры. Опять же, о нравах хеттов, они были довольно гуманны и терпимы. Опять же, там был довольно высокий статус женщины, там была избирательность и отсутствие смертной казни. Там, в общем, было очень много интересного, но, как бы, это отдельная тема, вот. И, собственно, апогеи, наверное, что, одно из самых известных, как бы, если кто знает, это битва при Кадеше между египтянами и хеттами, да, то есть, они долго-долго соревновались за перенство между собой, ну, и вот там, как раз, активно были переняты колесницы, и у египтяных тогда еще было, ну, они только-только их, вот, получили, вот. То есть, все, наверное, думают, что египтяне, они, как бы, сам первые изобрели, но, на самом деле, это не так, вот. Колесницы пришли к ним с севера, вот. Ну, про египтян еще что я могу сказать? Если уж говорить о битве при Кадеше, да, то тогда, собственно, можно сказать, никто не победил, вот, но все объявили, что победили они, да, и где-то я слышал такую поговорку, что египтяне вообще не писали про свои поражения, и узнать о том, как проходит война, можно было только поняв, как близко к столице они побеждают. Вот, в общем, пропаганда, она всегда похожа, вот, это Китай, вот, мало кто об этом, опять же, задумывается, но первая китайская династия Шан, вот, ну, которая более-менее похожа на государство, да, она тоже для того, чтобы войти к власти использовала колесницы, это вот снизу текст я взял даже из Википедии специально, да, чтобы не думали, что это какой-то фантазер, вот, и там написано, появление бронзовой металлургии колесницы Китая послужило основанием для гипотез индоевропейского происхождения династии, вот, но, скорее всего, они взяли только военные, военные преимущества, потому что, ну, в Китае мы не видим никакой связи особой с индоевропейской культурой, ни с языками, ни с культурой и так далее, вот, но, опять же, колесницы они взяли, и то, что было изобретено, ну, вернее, то, что было найдено вот здесь вот, в Южном Урале, в Северном Казахстане, и оно, собственно, дало вообще очень мощный скачок для всех мировых цивилизаций, на самом деле. Вот, теперь про Индию. Так, тун-тун-тун, сейчас сначала прочитаю, что здесь написано. Смешение жителей Центральной Азии, говорящих на арийских языках, с коренными жителями индийского субконтинента, произошло между 1500 и 1000 годом до нашей эры. Вот, это, опять же, из генетических исследований, которые нам говорят. Скорее всего, произошли, опять же, движения на юге, вот, мог измениться климат, могли быть какие-то свои эмиграции, и, соответственно, на севере Индии появляются индоевропейцы, вот, которых уже можно в это время называть арийами, потому, официально, да, и появляются на территории Индии. Вот, здесь, ну, на самом деле, не отсюда, а скорее всего, из Казахстана, и туда прискакали. Вот, примерная картина, да, тут есть значки, я их закрыл, да, потому что там есть солярные символы, вот, которые запрещены, вот, сейчас к показу, вот, из-за событий Второй мировой войны, в общем, то, что было когда-то, соответственно, разрешенным везде, оно теперь запрещено, но, если что, я с Вастиком говорю, вот, но если вы поедете в Индию и Непал, то вы этих символов видите на каждом шагу, они как-то об этом не знают, в общем, мы прекрасно с этим живут. Вот, в Индии, причем, что было до, была арабская цивилизация, очень мощная, на самом деле, одна из древнейших. Здесь мы видим разваленный Махен-Жедара, он действительно считается одним из таких мощнейших, интереснейших городов, ну, древности, вернее, с водопроводом, с общественными туалетами, в общем, сила. И здесь очень тоже интересная печать, вот, ну, мне, например, напоминают Шибу, вот, такой прото-история, поход, похож, ну, скорее всего, это Пашубати есть, Побелитель зверей. В общем, ну, там, в Индии, опять же, такая мешанина религии, это отдельная тема для того, чтобы рассказывать. Собственно, потом были местные религии, потом пришли с севера, вот, наши друзья арии, и, в общем, вообще, там просто взрыв произошел, вот, мешанина просто всего. Вот, есть мнение, что, собственно, ники арии не приходили ни с какого севера, да, собственно, они зародились вот где-то там, на севере Индии сами. Но против этого, ну, лично у меня есть три пункта, вот, третий я пока презентацию писал, не вспомнил, вот, но несу, теперь у двух тоже хватает. Это, собственно, генетика, да, то есть, если мы видим двухожих индийцев, то у них присутствует тот же самый эра-одина, да, который есть в русских, который есть у украинцев, который есть общелославян, киркизов и так далее, и так далее, вот, в отличие от других, значит, и язык, и религия, да, то есть, если мы берем язык, мы попозже чуть-чуть посмотрим, да, то старый санскрит, он очень похож на вот все языки Европы, вот, собственно, вот, и религия, да, это отдельная тема, отдельная тема, это веды, вот, где и как они произошли, собственно, что с ними смешались, и так далее, и так далее, вот, но сейчас мы посмотрим вообще и расскажем, почему, собственно, произошло, да, и как, собственно, мог зародиться термом арий, да, арий – это означает благородные, да, то есть, есть люди благородные, вот мы их видим есть люди неблагородные собственно что было по версии приходят люди большой густонаселенный район вот у них есть преимущество у них есть войска и в общем они воины да я могу сказать что арабская цивилизация на самом деле она загнивала вот тогда то есть видимо с изменением климата сушением рек и так далее и так далее в общем она пришла все очень сильный упадок вот и на этот упадок собственно пришли люди севера да вот и большой вопрос что им делать да то есть до этого самым простым самым понятным способом ну прошу прощения геноцид да то есть приходят захватчики убивают всех мужчин другого собственно рода вот но потом это не потому что они плохие или злые а просто потому что ну иначе будет большая проблема скорее всего если тут рабство был не сразу запретен да как вот эту грамотно манипулировать людьми и соответственно проще людей как бы сразу просто устранить и не будет никаких проблем вот об этом много в каких источниках можно почитать вот есть даже там я сейчас не хочу никого оскорбить но есть такой источник как библия вот если мы почитали катхизавет там это тоже очень хорошо описано где приходят собственно евреи в город и истребляют всех мужчин вот и не потому что они как бы такие плохие а потому что он тогда так было принято так все делали вот потому что иначе будут опять же проблемы с местным населением вот но здесь была большая проблема в том что местного очень много и вообще может быть как-то по-другому решить этот вопрос и тогда они собственно придумали вот такую вот историю история до сих пор работает это одно из самых успешных изобретений который был когда-то сделано в социальной вообще инженерии да называется касты то есть до этого скорее всего у них уже были касты то есть это именно жрецы это именно жрецы и управленцы это воины и это собственно все остальные да но была более-менее такая рабочая демократия и очень просто сделать просто еще две касты ниже да и объяснить людям что ну вот от природы они такие да вот мы допустим белые мы будем брахманами и мы кшатриями а вы вот черненькие вы будете прошу прощения вы будете нашими слугами и неприкасаемыми вот и схема так до сих пор сработала и она как бы работает до сих пор выйдя если мы посмотрим именно жрецов брахманов именно так бывшие касты да то они гораздо белее всех остальных и вот та же самая и родина в них присутствует ну на порядок больше то есть если опять же вы были в индии то увидите что разброс очень большой да по внешности вот это индия что еще ну про веды я здесь наверное не успею рассказать но затрону просто эту тему в общем ученые считают что такого понятия как русские веды их нет вот сразу скажу ну потому что их не нашли их не распознали беды появляются сначала в индии да есть мнение что они появились ранее ну как в каком-то прообразе на севере есть даже мнение что с большей вероятностью я могу сказать что есть казахские веды там нежели русские веды вот и но это отдельная тема не можно спорить или не спорить вот но подробно я могу рассказать как бы на следующих лекциях как бы за и против вот и еще да но вещь что что в современной как бы истории веды немножко переоценены то есть в том смысле что есть оригинал да то есть не оригинал а есть те веды которые были в начале их там четыре штуки вот если вы почитаете они очень сильно отличаются от того что было позже да то есть большинство из вед вот которых мы как только как вот который в стандартной культуре считаются ведами они на самом деле это уже дополнение да которые были сделаны раньше вот дальше подходим к ирану иран ну что у нас есть у нас есть персия да одна ветка пошла в индию на ветка куда-то где-то осела в персии и как получи как получилась вообще персия да это само название да если мы посмотрим что такое иран это страна ариев так они себя называли значит ее называли персами опять же не сами как бы опять же в основном называли греки почему так произошло потому что есть была определенная область на юге которые в которых были вот те самые персы скорее всего арии которые туда пришли и они со временем они довольно быстро взяли власть в свои руки то есть стали по сути правящим домом то есть опять же не буду погружать вас в историю была большая империя ассирия потом она всем надоело ее просто все скопом снесли в общем и там была страна если не ошибаюсь вот сейчас забыл вот как называлась то ли мидия то ли метания в общем не суть в общем она была не объединена есть а там взяли в свою власть в свои руки персы вот сюда же кир сюда же дали кстати дали вот если вы посмотрите почему я за версию индоевропейскую да потому что это опять же похожая религия да и похожие языки да то есть если мы возьмем даже религию это брать индию персию да то есть там боги это дэвы эти как его демоны это асуры да то есть вот очень похожая история и дальше там еще и зарастризм ну это отдельная как-то тема вот мы посмотрим персию собственно какой она огромный было и что касается версии то пару слов то расскажу значит огромная империя и и сами персы вообще составляли там порядка одной двадцать пятой части населения да то есть у нас я не знаю есть такой шаблон да то что у нас персы это вот если ты спартанцы посмотреть вот с этим ксерксом да то есть это совсем какие-то вот империя зла там или еще что-то но на самом деле она призвала в некотором роде революцию да потому что это была ну и по крайней мере изначально первой империей который такой большой которая как сказать в общем базировалась на светских ценностях я бы так сказал и которая позволяла людям в разных регионах жить в общем так как они хотят не влезая к их каких-то религиозные и другие вещи да то есть ну опять же мы пример можем почитать библии в ветхом завете да когда к евреям сначала пришли вы его няне как бы они были вот и в общем те их очень не любили потому что считали угнетателями и так далее и так далее потом пришли персы и сказали ну вот ребята молитесь своим богам только платите налоги и есть легенда опять же об одном из персидских опять же это из области легенд но с двух сторон к ним пришли значит люди местные представители вот оттуда вот пришли греки там где турция да и оттуда пришли индусы вот индия это тоже разнородная вещь и горят одни смотрите у одних хотят выбирать там своих этих они хотят выборность там и они хотят еще и чтобы у нас там было разрешено прошу прощения с мальчиками там как то что то делать вот с мужчинами а на другие у них вообще такой обычай на там после смерти поедать своих родственников вот чтобы у них душа попала куда им надо ну царь подумал по дому и пусть делают что хотят главное чтобы слушались вот и поэтому далеко не деспотичная была империя на самом деле то есть естественно это восток до демократии там далеко но были свои в общем очень много прогрессивных вещей вот и по экономической мощи тоже была она как бы хороша вот и здесь но прежде чем перейти давайте я вам расскажу тоже про сегодня посмотрел чуть-чуть фильм про томирис да пока готовился с на север на север у нас были остались те же самые представители индоевропейских народов они назывались по-разному вот то саки кто массагеты массагеты это если не ошибаюсь там по местам вообще прошу прощения рыбоеды как-то так вот и была одна легенда то что собственно царь кир сам один из самых первых самых мощных он пошел на север завоевать степняков и в общем там случилось с ним неприятности вот в фильме все показано очень так пафос ну как бы как как в сказке ну как 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 фильме да то что там люди приехали на пир и с ним что-то случилось да я знаю кто смотрел но случилась такая история что перцы перцы сначала значит это описывал исторический это описывал историк геродот грех да то о чем было как бы за что за что он рассказал то и рассказываю перцы пошли на военную хитрость они пересекли реку они выставили маленький отряд его разбили и там остался лагерь и лагерь полный вина вот соответственно обрадованные массагеты зашли туда и просто набились вином и были в отключке собственно так они их потом поймали и поймали сына этой самой тамирис в общем долго они с ней переговаривались потом он попросил вроде согласились его освободить он как только взял в руки оружие себя убил вот из-за этого тамирис очень сильно разозлилась вот и вот и потом перцев разбила умер ли кир непосредственно схватки с ней либо нет об этом никто не знает но факт что там вот он степяк сгибал вот и по легенде и она потом его позже в голову в мехи с вином и налила кровь и говорит типа ты хотел крови ну вот пей вот вот такая вот история сейчас мы еще поговорим тогда в этой истории мы перейдем к скифам наверное самые близкие самые известные как бы история которые которые больше всех известно то есть отрасль расселения то есть это от черного моря практически до алтая вот одна общая культура пожалуй тогда когда кочевая культура вышла наверное на свой самый высокий ну как бы на тот уровень а то есть это уже вот то как мы кто как мы видим да то есть это люди скакали на лошадях это стрельба из лука сходу вот и это собственно качели это переносные дома и так далее и так далее в общем то что уже было запечатлено многими историками и персидскими и соответственно греческими вот прекрасная иллюстрацию вот говорят что они сами себя называли скалоты вот эти названия скиф это им придумали греки а вот сак это им придумали персы вот соответственно вот ну вот так где-то они скифы где-то они саки но в принципе очень похожая история вот это частая война это постоянная воинственность это высокое кстати положение женщины в обществе это звериный стиль в искусстве это в общем-то одна больше такая большая культура можно назвать ее скифским миром вот вот это золотой человек это непосредственно сакский воин это здесь из музея казахстана в казахстане скиф называли саками вот здесь я опять же вопрос о том что это был один народ нет конечно это были более-менее разные народы но похожие по своей сути вот вот прекрасная женщина которая скачет то есть были легенды об амазонках да опять же ну вряд ли были действительно племена амазонок вот но то что это были было для этого прототип это совершенно точно вот и вот такие вот прекрасные золотые изделия скорее всего это была какая-то религиозная история да потому что они вот эти узоры они повторяются эти они прекрасные олени золотые они повторяются опять же от украины и до алтая захоронениях и вот сейчас сейчас чем еще рассказать о геродоте собственно как он описывал быт скифов вот здесь надо отметить то что геродот с одной стороны он грек да и он как бы ему без руки вообще описывать их как-то хорошо да но говорил то что они любят выпить вино любят кинуть конопляные семена на значит и подышать конопляным дымом в своих шатрах вот и ну не то что мы греки там мы же выпьем вино и мы сядем вот философские дискурсы начинаем короче они нет они как выпьют начинают выяснять в общем то кто здесь самый главный кто здесь самый этот вот но отчасти наверное это правда потому что ну философов либо математиков среди скифов это знаменитых нету вот зато есть очень много воинов и культура в общем она показала свою жизнеспособность на протяжении там полутора тысяч лет по моему это было эти степи они были за ними вот вот мем о том что можно понять да то есть вот среднеазиатские народы нельзя говорить что они саки но это саки это одни из них непосредственных предков если мы говорим про то что было дальше вот посмотрим про наши народы то что было дальше с этой культурой да то есть индоевропейцы постепенно пришли к оседовому образу жизни вот в тех странах которых они сумели взять да то есть а на территории степей их постепенно вытеслили к тюрке да то есть пришедшие с востока видимо они были более успешными кочевниками как таковые вот то есть это сначала это гунны потом тюркские народы здесь был там и тюркский каганат вот и потом завершили все дело монголы вот поэтому собственно на территории степей да еще долгое время вот мы видим больше населения с признаками тюрков да но опять же во всех везде есть какие-то скифские корни которые пришли из явной культуры я думаю что вот и в завершение наверное давайте посмотрим чтобы не быть голословным вот языки да то есть слова какие-то простые да то есть возьмем садскрит опять же тот же самый хинти да от индии и до англии вот отец да пита значит по латыни это паттер по-английски соответственно фавор вот по-русски наверное можно произнести как папа да вот мать это мата-мата-мутер-матер-мама по-братьям уже говорили дочь опять же ди-дотор-тохтор вот число 333333 трес драй вот ну и так далее и в заключении наверное надо сказать что-то такое разумное доброе вечное чтобы мы смогли спокойно уже разойтись в нашем рассказе мы взяли как точку отсчета один исторический период и одно место да но повторюсь еще раз что будет неразумно фиксироваться на конкретной территории и тем более на конкретных каких-то буквах в генетическом коде так предки ямников они в свое время пришли с юга наши общие предки они вообще скорее всего пришли из африки да если мы все будем привязываться какой-то конкретной земле происхождение да то наш путь он неизбежно закончится где-нибудь в районе зимбабве вот каком месте где первый человек наконец-то встал с колен и начал ходить на двух ногах вот потом где-то издал первые членораздельные звуки сегодняшние мы это частично они суровые кочевники ямной культуры прошедшие вот этот путь пять с лишним тысяч лет назад но надо понимать что они это далеко не мы вот та культура и тем более вот эти вот коды маркеры там r1 или а или б или другие это только небольшой срез вот на огромном историческом пути и тем более это совсем не одно и то же что современное название народов там славяне германцы иранцы и прочее с тех пор прошло уже много тысяч лет много разных событий смешений миграций и каждый народ прошел свой какой-то неповторимый путь и собрал свой уникальный образ который к тому же постоянно меняется и как бы здесь нет ничего вечного все находится в постоянном движении в истории если бы глубже туда углубитесь то поймете что меняются постоянные нравы это что там пару сотен лет было кем-то новшеством и не принималась людьми она уже стал через какое-то время становится традицией то что вот древние люди называли традициями да она становится дикарством и анахронизмом да то есть все постоянно течет все изменяется и не надо привязываться фиксироваться на какой-то дате что на месте одних культур так возникают другие все постоянно качу и переселяются смешиваются вот как раньше так и сейчас культуры берут друг у друга лучше если не берут то они просто не переходят на следующий этап не адаптируются не развиваются так утопия трипольцев как мы сегодня видели она пала под давлением воинственной явной культурой и скифы которые правили степями там тысячи лет они ушли уступили место тюркам а те же самые генда индоевропейцы если они были кочевниками да не расселились и постепенно стали такими же оседлыми земледельцами и этот список можно перечислять бесконечными вот придет время исчезнем и мы это нормально мы такая же частичка на этом бесконечном пути и все что у нас есть это небольшой промежуток настоящий момент вот между прошлым и будущим надо в нем жить и жить хорошо счастливо достойно и самое уважительное что мы можем сделать вот для наших далеких предков это не не делать какой-то наверное непонятный для них героически может быть даже образ до принять их такими какими они были да как бы полюбить их максимально вот узнать их ближе выучить их уроки до нас и на их уроках на их опыте продвинуться в некое более наверное нам счастливое будущее до стать немного лучше разумнее добрее вот чтобы со временем и наши потомки могли сказать что уроки истории был были выучены нами не зря вот на этом все да забыл сказать как же конечно же как же без этого самое главное подписывайтесь на наш канал и на youtube канал и на телеграм-канал вот ставьте лайк и вот это все прочее вот но почему бы и нет вот было вот был очень рад вас всех сегодня видеть и тех кого не видел слышать надеюсь до новых встреч вот если подпишетесь обязательно не пропустите новые лекции они будут классные и интересные будем стараться для вас для нас и для индоевропейцев тоже спасибо всем счастливо